Я тоже житель этого города, и я очень рад, что здесь люди пришли, которые считают город своим. Это все-таки наш город, а не город Троицкого. И поэтому мы как бы собрались для того, чтобы проблему, которую нам создает Троицкий, ему об этом заявить более публично и объяснить всем, что будет, что происходит. Тема, видимо, всем понятна. Астакада в водниках и ее последствия. Ну, собственно, вот все, кто ездит на машине, и так понимают, что Астакада в водниках, вот здесь вот, она предназначена для объезда МКАД и Дмитровского шоссе через наш город. Даже уже сейчас, даже весь имеющийся шагбаум не сдерживает фуры, которые едут через наш город. Здесь собираются четырехрядные, то есть две полосы туда, две полосы обратно, через наш город, которые упираются в водорядные дороги, под Саево и Дирижабельные. Что произойдет? Дмитровка стояла и будет стоять. Пятница Дмитровка стоит. Дачники, которые едут в западной части Москвы, естественно, увидев на Яндекс.Пробках, вот это вот стоящую Дмитровку куда не поет. Навигаторы у всех есть. Все поедут через Лихачевское шоссе и попадут на эстакаду в водниках. Но это еще не все. Дело в чем? Что даже проехав через наш город, они соберутся в Капустиной Красной Горке. Там по два ряда, по два ряда. Вот, и соответственно, будет стоять Дмитровка, будет стоять мост. Ну и наш город станет отстойником. То есть те, кто ехали здесь, постояли здесь, часть из них будет просто стоять здесь, потому что проблема не решается вот таким образом расширять подъезды к пробке. Надо делать дороги другие. Например, Осташковка шоссе проводит до Большой Бетонки. Но об этом не думают. Быстренько, быстренько освоить деньги. И сделать вид, что проведена работа. Вот мы старались, но не смогли. Потому что они точно ничего не смогут. Как стояло, так и будет стоять. Это как бы... Ну, все, кто водители, понимают, что через... Ехать будет удобнее через город, который еще немножечко есть, чем через Дмитровку, которая стоит. Вот, что я хотел сказать. Ну и, собственно, это еще тоже не все. Вот есть строится здесь... Построилась уже платная дорога в аэропорт Шереметьев. Вот она показана, да? Ну, все понимаете, когда дорога платная, желающих платить будет не очень много. И те, кто увидев вот здесь, что главный заплатный проезд, куда-нибудь сюда, нет. Они поедут через наш город бесплатно. Все эти газели, все эти вот таксисты, которые как бы каждый день зарабатывают деньги. Зачем лишние 100 рублей платить, ехать через платную дорогу? Они объедут ее здесь. По Ленинградке они тоже не поедут. Потому что она, как и не особенно расширена, стояла и тоже будет стоять. Стояла Ленинградка и стоять будет. Стояла Дмитровка и будет стоять. Где проехать? Через эстакаду водников. Потому что здесь немножечко еще будет свободно некоторое время. Но все очевидно. Поэтому мы считаем, что эту эстакаду остановить немедленно. Сейчас там сваи забивают с ускоренным способом. Остановить немедленно строительство и решить, наконец, проблему в Новодачной. Там тоже все начали и, скорее всего, не закончили. То есть люди тратят деньги бюджетные, кучу миллиардов рублей. Но до конца ведь не доводит. Наша администрация пыталась расширить Лихачевское шоссе. Расширение нашему городу Лихачевское шоссе тоже не надо. Те, кто едут на работу с работы, вполне себе им достаточно. От нарядного шоссе. Это всем было очевидно. Но вместо этого потратили кучу денег. Сломали жизни жителей Лихачевского шоссе. Какие-то поджоги там были. Но деньги освоили, ничего не доделали. Сломали людям жизнь. И на этом успокоились остались ненаказанными. Новодачный тоже. Последний дом стоит и, видимо, непонятно по какой причине его не сносит. Скорее всего, не договорились. Но кучу денег освоили на строительство Новодачных. Дальше. Если, помните, когда-то Лужков ушли Тихомирно вместе с Горовым. И как бы за нарушение ничего не наказали. Пришел Собянин, будет все хорошо, будут строить дороги. Ну и Воробьев такой милый такой человек. Все фотогенично, нравится женщинам Бальзаковского возраста. Вообще такой очень приятный мужчина. И что получается? Они начали строить дороги. Но заметьте, прежде чем строить дороги, они строят блокирующие объекты. Вот посмотрите Новодачную. Новодачную еще не построили. Но там просто есть бизнес-центры, которые будут блокировать подъезд к этой эстакаде. То есть они как бы уже деньги рубят еще до того, как что-то будет построено. То есть действия властей совершенно не полезны для жителей. Власти действуют, чтобы освоить деньги. Все. Нам они не делают добра. Все, что я хотел сказать. А кто будет еще новым?